Субботники в нашем городе традиционно имеют свою внутреннюю тематику. Как правило, это не просто уборка мусора. Каждый раз руководство города выбирает те направления, которые важны сегодня для благоустройства областного центра. Его озеленение. Особый акцент на развитие зон отдыха. Там где-то особенно необходимо. Именно с этой целью трудились работники городского исполнительного комитета на территории, имеющей сегодня условное название «Интендантский сад». Раньше здесь находился военный госпиталь. Сегодня руководство областного центра прорабатывает возможности для развития этого участка, расположенного в сердце города. Мы хотим быть последовательными в своих действиях. И в то же время быть последовательными не значит, что это надо что-то делать очень быстро. Тем более в таких вот спорных моментах, которые есть в данной ситуации по этой территории. Концептуально только лишь одно, что это будет зона отдыха, что это будет красивая, облагороженная территория, где люди должны отдыхать. А название, концепция пока еще в стадии проработки. Те предложения, которые мы имеем, от банального под названием «Молодежный сквер» со всеми этими скейт-парками до сложных названий, там «Интендантский», «Госпитальный», которые имеют с собой исторический подтекст. Где-то, наверное, надо еще немножко опять эту работу продолжать, искать какую-то золотую середину. Очевидно одно, что вот эти аллеи будут сохранены. Очевидно то, что со стороны улицы этот забор будет преобразован и будет два входа. Очевидно, что, возможно, если будет желание, здесь будет какая-то небольшая капличка. Это, я думаю, что очевидно. Все остальное пока в стадии работы. И сегодня вот горисполком, работники горисполкома здесь наводят порядок. Жаль, что те многочисленные желающие, которые поухожут, не пришли сюда на расстоянии двух метров, только от друга можно было спокойно пообирать эту грязь. Молодежь представителей городского комитета БРСМ взяли курс на те территории, которые скрыты от глаз людей, однако экологическая обстановка здесь представляет реальную угрозу. Промышленная зона за торговым центром «Корона» сегодня вызывает серьезные опасения. Молодые люди стараются наводить здесь порядок не только в рамках субботников, однако мусор все прибавляется. Мы выбрали такое невидимое место для жителей, для гостей нашего города. Это условно такая мини-лесополоса вдоль железной дороги, за «Короной», которая находится на Московской. Очень важно, наверное, и нужно присоединяться к таким акциям, следить за чистотой города, за порядком, чтобы у нас было красиво, чисто, уютно, приятно жить. Поэтому мы не остались в стороне, и сегодня около 15 человек у нас участвуют в данной акции. Мы уже работаем примерно полчаса, и работы здесь очень-то хватает. Но хорошо, что у нас обычно собирается достаточное количество человек, и мы дружным коллективом наводим порядок на этой территории. Где-то труд абсолютно ручной, а где-то работала техника. Инвендер и воду для полива молодежи Ленинского района представили сотрудники коммунальника. Поливали аллею, что у Северных ворот. 75 лип и кленов были высажены здесь год назад. Сегодня задача – сберечь эту красоту. Любая акция, любое мероприятие, оно важно в плане сплочения, потому что, как минимум, ты можешь найти здесь какие-то новые контакты. То есть, пришел один активист, пришел второй активист. В принципе, они что-то, какие-то общие темы нашли для разговора в дальнейшем. Это, возможно, им поможет. Да и, в принципе, какой смысл сидеть дома, если можно проводить место, ну, в свое время на свежем воздухе. Мы заботимся о благоустройстве близлежащих территорий нашего колледжа. Мы ежегодно принимаем участие в этих акциях в республиканском субботнике, да и так заботимся на благо нашего города. От такой активной работы и реальной отдачи около 1 миллиона рублей перечислила Брестская область в республиканский фонд субботника. Средства планируется направить на подготовку загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также на благоустройство мест воинской славы. Свой субботник могут проводить горожане и дальше, ведь чистота и порядок – залог здоровой и комфортной жизни. Однако все это необходимо делать с учетом требований безопасности. В регионе из-за продолжительной засухи и постоянного ветра высока вероятность пожаров. На территории города Бреста сложилась, скажем так, напряженная обстановка по загоранию в экосистемах. На текущий момент у нас зарегистрировано 82 пожара в экосистемах, площадь пожара более 85 гектаров. Работа проводится в разных направлениях. Это и пропагандистская работа, это и проведение рейдовых мероприятий, это информирование населения через средства массовой информации. Конечно, мы больше уделяем пропаганде безопасности жизнедеятельности, через средства массовой информации и доводим информацию до населения по вопросам безопасности. Планируем мы до определенного распоряжения по комиссии нашей ПЧС сделать облеты дроном над местами возможного возгорания растительницы сухого. Это сои урочище, там волынка, красный двор. И посмотреть, где люди разводят костры, нам фотографии, а дальше уже будет делать заниматься милиция и МЧС охрана природы. Будем вот сейчас проводить школы, садики с детьми, ну то есть, скажем так, небольшие уроки, рекомендации, как себя вести в этих всех делах. Ну и, понятно, такая просьба к общественности городской, чтобы они, если видят вдруг этот пожар, возгорание, незамедлительно сообщали на нашу МЧС. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктория Нечаева, Эдуард Букуноч, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.